Каламбия Пикчерс В ролях Патриция Медина, Джордж Макреди, Альфонсо Бедоя, Дона Дрейк, Ловил Гильмор, Вильтон Граф и другие. Автор сценария Майкл Хоган, Роберт Либбот, Фрэнк Барт. Оператор Джордж Дисконт. Продюсер Гарри Джо Браун. Режиссер Гордон Дуглас. Капитан Блад. 17 век, Вест-Индия. Территория пиратов, грабивших испанские суда. Самым отважным пиратом был Питер Блад, капитан Авенджера и его бесстрашная команда. Это было великолепно. Да, сильно. Капитан Блад. Капитан Блад, впереди корабль с испанским флагом. Давайте, давайте. Боцман, всем занять место у орудия, поднять паруса. Все по местам. Семь румбов по правому борту. Семь румбов по правому борту. Пушки к бою. Пушки к бою. Пушки к бою. Пушки к бою. Приготовиться. Первое внимание. Огонь. Еще раз. Второе внимание. Огонь. Огонь. Покажем им наш флаг, мистер Мэннеринг. Отнять флаг. Испанский двор. Здесь правил половины мира великий монарх Карл II. Что, никто не может послать ко всем чертям этого капитана Блада, который грабит наши корабли? Вы. Почтенный маркиз Дариконетте. Да, вы. Я не понимаю, почему вы все еще не отправили его на виселицу? Ваше Величество, его повешение не решит нашей проблемы. Пока каперов в Вест-Индии поддерживают англичане. Англичане, англичане, вы с ума сошли? Позволить врачу грабить самого короля? Эти пираты доведут королевство до нищеты. Послушайте, вы, губернатор важной для нас области Вест-Индии. Лач, в вашем распоряжении сорок пушек. Поэтому, маркиз, на вас возлагается личная ответственность. Капитан Блад должен быть повешен. Я сделаю все, что в моих силах. Но позвольте отметить, что это необычный преступник. Блад очень интеллигентный человек. Он врач. Врач. А англичане настолько здоровы, что их врачи зарабатывают на жизнь таким образом? Блад не англичанин, ваше Величество. Он ирландец. Я подготовил о нем досье. Разрешите прочесть, ваше Величество? Да, пожалуйста. Петер Блад родился в Ирландии в 1685 году. Бакалавр медицины в университете в Дублине в 1680 году. Ирландцы арестовали его за спасение повстанца, раненого во время восстания в Монмартре. Во время восстания? А, да-да, граф Вараж. Его приговорили к смерти, позже к пожизненному заключению на Барбадосе. Там ему удалось бежать при загадочных обстоятельствах вместе с другими заключенными. Достаточно, граф Вараж. Хорошо. Мы назначим вознаграждение 50 тысяч золотых за его голову. Это приличная сумма и для англичанина. А если нет, то я уверен, что вас, мой дорогой Маркиз, а нас заинтересует. Если вы не арестуете этого Влада, то потеряете титул и состояние. Но, прошу вас, Альварадо, вы поедете с ним в качестве главнокомандующего. То есть, это значит, как военный атташе. Да, Ваше Величество. А также, как наш представитель. Вы несете личную ответственность за выполнение королевского приказа. Вам понятно? А, ваше Величество. Нет сигнала, Питер. Нет, кажется, там никого нет. Сколько еще времени? Через час наступит утро. Времени мало. Боже милостивый. Маркист нам покажет, если заметит нас в лучах солнца со своего острова. Думаете, сигнал еще будет? Конечно. Он человек слова. Кроме того, мы не можем плыть дальше без продовольствия и боеприпасов. У нас почти ничего не осталось. Мы можем получить все это на Тартуге. Это слишком далеко. Мне нравится стрелять в испанцы их же снарядами. Питер! Посмотри туда. Один. Два. Три. Приготовить шлюпки. Да, сэр. Давайте, ребята, поторопитесь. Останься здесь, Скотти. Да. Да. Пусть по чеху. Останься здесь, Скотти. Поэтому, как. КОНЕЦ КОНЕЦ КАПИТАН БЛАД! КАПИТАН БЛАД! КАПИТАН БЛАД! КАПИТАН! Что случилось? Нас предали. На нас напали. Пачеха там не было. Всех остальных арестовали. Если они хотят войны, они ее получат. Мы не можем вступать в бой, у нас мало боеприпасов. А как же арестованы? Это глупо, и корабль недалеко, это верная смерть. Для нас и наших людей. Да, ты прав, Том. Мы попробуем доплыть до Тартуги, запасемся боеприпасами. Да. Вперед, отнесите Скотти вниз. Поднять якорь. Поднять паруса. Давайте, давайте. Ваше превосходительство? Так, так. Мои новые рабы из команды капитана Блада. Очень хочу познакомиться с вашим капитаном. Какие у него планы? Куда он держит курс? Где он? Куда плывет ваш капитан? Куда? Куда? Может, станете разговорчивее, добывая жемчуг? Убедите. Убедите. Ну что, ваше превосходительство? Вас устраивает моя цена за таких интересных рабов? Сеньор Ферфикс, вы продали мне нескольких рабов, но это несравнимо с ценой за поимку капитана Блада. Если бы я знал, что это был Авенджер, вы бы сразу были в курсе. Теперь он в 20 милях отсюда, на быстром корабле его не догнать. Тортуга. Питер, почему мы не сходим на берег? Я останусь на борту. Питер, мы ничего не можем сделать для наших ребят. Ничего не поделаешь. Я не успокоюсь. Попробуй забыть о них. Наших ребятах? Забыть о них? Позвольте им умереть рабами испанцев? Ты знаешь, что они вытворялись с нами в плену? Ты забыл, что было с нами? Эти кандалы? Цепи, удары плите и железо? Я не забыл. Не требуй от меня забыть об этом. Капитан Блад! Капитан Блад! Скотти, если у тебя снова будут трудности... Не будет никаких трудностей, капитан. Особенно с маркизом. Про чем ты? Там один французский корабль бросил якорь. Мне рассказал матрос, что во время шторма, несколько дней тому назад, корабль нашего маркиза был сильно поврежден. Его корабль? Он не может выйти в море, пока его не отремонтируют. Ты слышал, Том? Мы можем остановиться у острова, и они нам ничего не сделают. Но у него на побережье крепость, где расположены 50 пушек. Но на южной стороне пушек нет. Все на борту? Да, сэр. Но, Питер, ты не отважишься плыть в пасть разъяренного льва. Поверь мне, шансов нет. Ты прав, Том. У них нет ни единого шанса. Поднять якорь! Это твой самый сумасшедший поступок. Я согласен. Все в порядке. Поднять курса! Мы все станем рабами. Он всех нас захочет повесить. Курс на лачу, мистер Менниринг. Да-да, сэр. Все на палубу. Поднять курса! Поторопитесь! Я все так же против, Питер. Это опасно. Подумай, эта бухта находится в самом логове испанцев. И здесь-то нас меньше всего ждут. А что будет, если тебя кто-то узнает? Например, Пачеку. Он нас уже предал. Пачеку больше никого не предаст. Я об этом позабочусь. Поверь мне. Как ты собираешься попасть в город? Зайдешь во время прогулки к маркизу? Положусь на удачу. Она уже не в первый раз мне помогает. Она никогда меня не подводила. Не надейся на удачу. О, сеньоры! Фрукты, свежие фрукты. Выберите лучше, пока я не в лаче. Не надо. Езжай, езжай дальше. Подожди. Что ты сказал? Куда ты едешь? В лаче. Через острова. Куда же еще? Видишь? Вот кого я ждал. Зачем? Это и есть удача. Купите что-нибудь, сеньор. Возможно, я куплю у тебя все. Спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Печеку! Печеку! Печеку, open up! Печеку! 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 Мигель, Мигель! Мигель, боже мой, я тебя везде искала. О, Мигель, почему ты... Вы не Мигель, кто вы? Спросите у него потом, сеньорита. На вас его одежда. Почему вы продаете его фрукты? Мигель заболел. Заболел. Дело в том, он попросил заменить его. Я его друг. Его друг? Как вас зовут, сеньор? Педро. Педро Моралес. Педро? Очень интересно. Он никогда не говорил о вас. О вас тоже? Но я не считаю, что это странно. Что, сеньор? Вы чем-то недовольны? Нет, нет. Теперь понятно, почему Мигель никогда не рассказывал о вас, сеньорита... Пепита. 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 Пепита Марио Розадос. Пепита Марио Розадос. Девушка еще красивее имени. Мигель знает, что я люблю красоток, поэтому он и не рассказывал о вас. Вы очень вежливый, сеньор. Это правда. Мигель в меня влюбил. Пепита. Мигель мой друг. Он так стесняется женщин. Стесняется? Да. И как? Только поэтому он не доверяет мне остаться наедине с вами, но я же человек. Вы мне поможете выставить? Сеньор, не волнуйтесь. Я вам помогу. Но учтите, что я тоже человек. Пепита. Да, сеньор. Сегодня утром я собирался навестить старого друга, но его лавка пустовала. Может быть, вы его знаете? Я знаю всех мужчин в лавке. Скажите его имя. Пачеко. Фернандо Пачеко. Да-да, я знаю о ком вы. Крупный торговец. Но он вчера уехал. Уехал? Нет, думаю, вы ошибаетесь. Я знаю, что он здесь. Нет, я слышала, он уехал в Порто-Велло. Да. Кто вам сказал? Надиратель. Кармильо. Но, сеньор, зачем вам старый друг, когда можно легко найти нового? Влач. Вперед, пошли. Что это? Это рабы. Они возвращаются с добычи жемчуга. Каждый вечер их все меньше. Почему? Позавчера было 34. Вчера еще 30 и так далее. Как они погибают? Как погибают? Их заставляют нырять за жемчугом. Многие тонут. Простите. Надиратель. Надо приготовить вино. Отец. Отец, проснись. Отец, проснись. Надиратель идет. Милости вы боже, но почему я должна все делать одна, ты спишь? Вставай скорей. Пошли, собаки. Стойте. Моя очаровательная пепита. Где же приветственный поцелуй? Хватит. Пабло принесет вино. Пабло. Пабло. Теперь мне гораздо лучше. Иди сюда, моя сладкая. Прекрати. Прекрати. Ох уж эти женщины. Просто ужас. Если позволите, я угощу вас. С большим удовольствием. В другой раз. Сначала я должен отвезти этих рабов. Сегодня маркиз приедет с проверкой. Встать. Вперед, шевелитесь. Идяи. Сеньор. Пепита, мне надо идти. Вот, за вино. Нет, сеньор. Я с друзей денег наберу. Спасибо, сеньорита. Я скоро вернусь. Да, да, я знаю. Вперед, быстрее, быстрее, черт возьми. Да заходи же, давай. Подожди немного, Изабелита. Я скоро вернусь. Только недолго, дядя. Солнце припекает. Разве сеньорите не лучше вернуться в резиденцию? Вам не нравится проводить осмотр, Хауптман? Ваше превосходительство, я не в восторге от тюрем. Боюсь, Хауптман чувствует себя, как в Испании. Мы живем в новом мире. Люди живут здесь по новым законам. Или они умирают от этих законов? Прошу вас, Хауптман. Рабы нарядят за жемчугом. Жемчуг – это единственное, что помогает выжить этой колонии. Ваше превосходительство, я все подготовил для инспекции. Отлично. Сколько сегодня? Три жемчужины, ваше превосходительство. Две превосходного качества. Дядя, разве я не заслужила награды за ожидания? Конечно, дорогая. Это жемчужина для племянницы Маркиза? Она хороша, разве что для торговца или нищего. Прости, дорогая. Вы неуклюжи. Простите мои неловкие руки, сеньорита. Они не привыкли к жемчугу. Если бы вы сами ныряли за ним, то больше бы его ценили. Конечно. КОНЕЦ Лимплинг, дорогая Я не мог уйти от твоего дяди Вы хотите сказать, что скучаете на работе? Когда думаю о тебе Посмотри, я почти все сделала, тебе нравится Очень милая, Изабелита О, Джордж, пожалуйста, увези меня отсюда Я хочу в Испанию, я хочу вернуться к прежней жизни Я отвезу тебя, как только смогу Я сыта по горло, жизнью здесь Шить и вышивать Следить за кухней Прислуживать своему дяде К тому же здесь ужасно скучные люди О, сеньор Сегодня вы прекрасно выглядите Просто прекрасно При этом его наряд уже несколько лет назад вышел из моды О, сеньор Плантажен У вашего маленького Раймона чудные манеры Ужасный ребенок Все время приходится вытирать ему руки Джордж Давай уедем отсюда Подумай, даже чтобы покинуть острова, нам нужно золото У меня есть драгоценность и жемчуг, и есть золото Я не могу взять твое золото Ты же знаешь, что это мое счастье Наше счастье Возьми, пожалуйста Ты действительно хочешь этого, Изабелита? Да, Джордж Это мое самое большое желание Изабелита Ступай в свою комнату Но, дядя, я... Изабелита Вы должны понять, я... Я не хочу быть враждебно настроенным Но я не собираюсь брать вас в нашу семью Сеньор Ферфекс Если вы приблизитесь к моей племяннице, я вас с удовольствием скормлю акулам Пожалуйста Пепита Пепита Осторожно, кормильо, прошу, а то я разобью бутылки с вином Я должен быть аккуратным, чтобы не разбить бутылки? Ну да Но вы... Разбивайте мне сердце, Пепита Пепита Кормильо Пепита Пепита Можете подержать, кормильо Пепита Пепита Прекрасная девушка Для некоторых мужчин, да Пепита 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 Я говорила вам мой секрет. Теперь ваша очередь. Конечно, но не сегодня ночью. Слишком поздно. Но, сеньор. Я вам доверяю, Пепита, но я же говорил, что сам себе не верю. Педро, вы не можете уйти. Да. Я подумала... Счастливо. Не забывайте меня. Счастливо. Кого-то ищете, сеньоры. Нет, сеньор. Мы уже нашли. Великолепно. Не знаю, кто ваш хозяин, но ему следует научить вас вести себя прилично. Здравствуйте, сеньор. Невозможно хорошо выспаться после тяжелого дня, но вашим людям не следовало все-таки так беспокоиться обо мне. Я хотел познакомиться с вами так же, как и вы, со мной, сеньор. Сеньор. Меня зовут Джордж Ферфекс. В моей работе невозможно быть постоянно осторожным. Чем же вы занимаетесь, сеньор? Что вам надо, лачи, сеньор Моралес? Я продаю фрунты. Виноград, дыни, ягоды. А есть еще что-нибудь? Да. Возможно. Да, боюсь, мы не сможем сотрудничать. Тогда разрешите удалиться. Сядьте, Моралес. Вы чужак, лачи, друг мой. Вы знаете, что законы здесь очень суровые. Например, за ограбление смертная казнь. Предположим, вы у меня что-то украли. Например, кольцо, часы или медальон. Если у вас это найдут, вас повесят. Строгий закон. А что полагается в лачи за убийство? Это зависит от того, пойман ли преступник или нет. Например, вчера в лачи нашли мертвым одного торговца. Бедняга оказался очень болтливым. Но в связи с его смертью не возникло вопросов. И думаю, не возникнет. Кстати, если я убью в моем доме вооруженного вора, проблем с властями тоже не будет. Можно сказать, что я не знал, что его оружие было не заряжено. Но этот пистолет заряжен. Кто там? Я, Изабелита. Открой. Изабелита, что ты здесь делаешь? Мы должны немедленно сегодня ночью уехать из лачи. Не получится. Санта-Паула снова выходит в море. С ней все в порядке. Дядя не хочет, чтобы я оставалась в городе. Он решил завтра отправить меня в монастырь. Мне очень жаль, но это невозможно. Но мы должны уехать. Смотри. Деньги на поездку и все остальное. Пожалуйста, Джордж. Хорошо. Хорошо, Изабелита. Мы едем. Его люди здесь. Сеньор Ферфекс, у нас приказ привезти сеньорита в резиденцию, а вас арестовать. И что? Мы все сказали. Как пожелаете. Давайте, чего ждете? Не надо ничего говорить. Хуже не будет. Сядь, Джордж. Еще трое, сеньор Ферфекс. С قال. Чуть следует... Чуть следует... Чуть следует... Уходите, быстро Он тяжело ранен Нам надо уходить, пока сюда все не сбежались Я знаю поблизости местечко, где мы будем в безопасности Таверна Брага Вам очень повезло Если бы пуля прошла чуть правее, вас бы не было в живых Завтра вы уже сможете участвовать в дуэли Уверяю вас Откройте! 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 Приказ губернатора! Это охрана Спасибо, я знаю Я должен открыть, они выбьют дверь Откройте, сеньор Браг Откройте! Откройте немедленно! Подождите, подождите, я уже иду Быстрее! Я уже здесь Чем могу помочь, господа? Таверна закрыта по ночам, вы знаете Нам не нужно ваше вино Мы ищем племянницу губернатора и двух мужчин, сопровождающих ее Что племянница маркиза в этой забегаловке? Сеньоры шутят Мы ищем повсюду, по приказу маркиза Пожалуйста! Наверх! Сеньоры, не так громко, мои гости спят Нельзя, лейтенант, не надо, пожалуйста Дай пройти Что за черт? Прочь отсюда, прочь! Как вы смели ворваться в наш дом и разбудить мужа? Прочь отсюда, хамы! Прочь! Вон отсюда! Пошли вон, я сказала! Убирайтесь! Хотите еще где-нибудь посмотреть, сеньор, лейтенант? Нет, спасибо, достаточно Да что можно найти, убили врага Жизнь солдат полна опасностей Да, пожалуй, пошли отсюда Спокойной ночи, спасибо Спокойной ночи, не за что Все спокойно, мистер Ферфикс Сеньор, брак, у вас большой талант Если бы вы не стали мошенником По великим артистам, уж точно Это невозможно Сегодня ночь гениев, сеньор Моралес Владелец таверны становится актером А торговец фруктами, фехтовальщиком и врачом Не забудьте, сеньор Ферфикс Что я спас вам жизнь Однажды я потребую расплаты Я в вашем распоряжении Джордж! Сеньор Моралес Мы с Ферфиксом в большом долгу перед вами Да, все, что пожелаете Может... Джордж, где мои украшения? Что? Меня их никогда не было Тогда они остались в твоей квартире Я их куда-то положила, когда тебя ранили Не страшно Не страшно? Ты теряешь украшения стоимостью в 30 тысяч И считаешь, что это не страшно? Да, Джордж Ты прав Мои украшения важны Они играют важную роль Мы хотели уехать в Испанию Но без моих драгоценностей мы будем нищими Так, Джордж? Не говори так, Изабеллита Я знаю, что ты хотел сказать Изабеллита Спокойно, сеньор Хотите вина? Нет 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 Позвольте мне выпить за ваше здоровье Брак, оставайтесь с сеньором Вдруг ему что-то понадобится Хорошо, сэр Это случайно не то, что вы искали, сеньорита Я нашел это Спасибо, сеньор Да Тогда все в порядке Вы можете ехать с Ферфексом в Испанию Я знаю, зачем вы спрятали их Чтобы я поссорилась с Джорджи Конечно, я хотел этого Почему? Один вопрос Вы его любите? Я... Я не знаю Я не уверена Я только надеялась, что он увезет меня отсюда К сожалению, он не годится для этого Я это знал Кто вы? Что торговец фруктами может понимать в этом? Вы действительно торговец? Я думаю, что нет Кто вы? Сейчас обычный торговец Мой дядя может выяснить, кто вы Я в этом нисколько не сомневаюсь Но если он заставит меня нырять за жемчугом Как я смогу помочь? Помочь мне? Да Я хотел заключить сделку с мистером Ферфексом Но неожиданно перестал доверять ему Мой корабль на другой стороне островов Я пришел сюда в таком виде, чтобы разведать обстановку А при чем тут я? Вы же хотите уехать, а у меня есть корабль и... Вы возьмете меня с собой? В Маракайбу или в Испанию? Почему бы нет? Это правда? Чем я могу отблагодарить вас, сеньор? Ну, возможно, бросит мне снова жемчужину Я заслужила такой ответ На этот раз вы ее не уроните? Не волнуйтесь, сеньорита Если бы я вас знал, то поймал бы ее У вас действительно талант? Нет сомнений? В определенной степени да Возвращайтесь в резиденцию Если нас схватит охрана, то вас отведут к дяде А меня отправят за жемчугом Вы должны вернуться по своей муле Я прошу вас Да, но что я ему скажу? Он отправит меня в монастырь Нет, скажите, что вы поняли, что за человек Ферфикс Попросите прощения И за меня тоже Да Да, я так и сделаю Простите, но завтра мне надо в резиденцию А потом мы можем уехать Да, вы правы Я доверяю вам Я о вас совсем ничего не знаю, но я вам верю Возможно, у вас просто нет выбора Я не знаю Вы не такой, как все Вы убиваете человека или спасаете ему жизнь Больше ничего Наверное, я не такой, как вы думаете Вы сами сказали, что мало знаете меня Возможно, я уже хорошо вас знаю Он врач Умеет фехтовать Ну, конечно Порт Рояль Тортуга Я знаю, кто он Капитан Блатт Блатт? Да Убили Брага все еще два глаза Не понимаю, мистер Ферфикс Вы пришли и не знаете с кем За него дадут 50 тысяч золотых Браг, мы уже не один раз удачно работали вместе Но это самый счастливый случай Скорее, идите к маркизу Браг, у меня для вас задание Вы отведете сеньориту в резиденцию Но я не могу уйти Ступай, Билли Ступай в резиденцию Ты мне не нужен Вы же останетесь со мной, сеньор Моралес Несомненно, сеньор Нет Сеньор Браг Да Вы проводили сеньориту? Да, сэр Я вам должен сказать что-то очень важное Капитан Блатт Я видел вас на Тартуге В пивной Триллё Вы меня не помните Билли Браг Браг Да, я немного поправился, но я все еще Браг Ну, конечно Билли Браг Я украл так много денег, что открыл свою таверну Если вы смогли купить эту таверну, то вы хороший пират Вот именно, капитан Я настоящий пират И никогда не предам Я разве говорил о вас такое? Нет, но ваш друг, мистер Ферклэкс, требует от меня этого Он хотел разделить со мной вознаграждение Это ему тоже зачтется Тоже, капитан? Да Он убил человека, который снабжал нас оружием и продовольствием Он продал шесть человек в рабство Если хотите, я прикончу его, капитан Пока рано Он мне может пригодиться Эвенджер стоит на другой стороне островов Возможно, перед отплытием я еще навещу Ферклэкса Он будет здесь Сейчас я иду к Маркизу Что? Никак, Петерблат Я торгую с фруктами, которые помог его милой племяннице И заслужил тем самым ее доверие Ну, зачем вам так рисковать? Билли, чтобы вытащить моих друзей, мне надо попасть в резиденцию Федро Моралес Моралес Ваше превосходительство? Моя племянница рассказала, что вы помогли ей Синьорит, очень добра, ваше превосходительство Возможно А позвольте спросить, вернулась бы она без вашей неоценимой помощи И без убийства моих солдат Ваше превосходительство, простите меня Все-таки вы помогли моей племяннице Вы свободны, можете идти Спасибо, ваше превосходительство Синьор Моралес В следующий раз умерьте свой пыль Иначе я не буду так снисходительным к вам Ваше превосходительство Поставьте печать на разрешение об освобождении заключенных Это не та печать Для освобождения заключенных прямоугольное Простите, ваше превосходительство КОНЕЦ 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 Вы не вор, а убийца, сеньор Это вряд ли тянет на убийство Я видела вас из коридора Что вы украли там? Паспорт, чтобы нам уехать Нам? Я не настолько глупа, как вы думаете Вы не собирались брать меня с собой Здесь не место говорить об этом Я не сдвинусь с места, и вы тоже, сеньор Не делайте глупостей Я позову охрану Сеньорита, подождите Да, вы правы, я не хотел вас брать с собой Я сказал это только, чтобы раздобыть паспорт Я скажу вам правду Я должен освободить моих друзей из тюрьмы Я слышала много историй от вас Это вы расскажете моему дяде Она его очень интересует Подождите Изабелита, даже вас это не оставит равнодушными Мои друзья стали рабами Если бы хотеть уехать отсюда То как хотят этого мои друзья? Вы приехали, чтобы помочь преступникам Они не преступники Они попали в руки Ферфикса И он продал их в рабство Я знаю, что такое быть невиновному в тюрьме Я тоже был рабом Но то были причины Я был врачом И спас одному раненому жизнь За это меня приговорили к пожизненному заключению Я испытал тяжесть цепей, но никогда не молил о пощаде Вы делаете это сейчас? Не для себя У вас много причин меня ненавидеть Я знаю, я не обижаюсь Но вы не можете ненавидеть людей, которые вам ничего не сделали Вы думаете, что меня все это тронет, сеньор? Да Я так думал Изабелита Что ты там делаешь? Дом очень душно А в саду так хорошо Ступай в свою комнату Ты простудишься Куда, дядя? Я уже иду Значит, вы хотите уехать? Уехать из Лачи? Возможно, я уеду, а возможно, нет А возможно, вы никогда не уедете без моей помощи Почему же? Кормилио, надзиратель, сказал мне, что хочет вас убить Кормилио? Видимо, мне понадобится ваша помощь, Пепита Не совсем скоро Будем партнерами Вы и я Ну уж нет, сеньор Я не настолько глупа Вы можете на это просто богатить Не старайтесь, я не хочу А на сколько? Вот О, сеньор Остальные тоже для вас Если вы мне сделаете одолжение Вы должны мне кое-что пообещать Ну, конечно Я пообещаю вам все, что захотите Ваш друг Кормилио О, Кормилио Я его уже давно забыла Но сегодня вы не должны забыть о нем, Пепита Что? Тогда не забуду Партнер А знаешь, Кормилио Что? Ты самый классный парень во всей Лааче Правда? Правда? Ты любишь меня А еще как, Кормилио А еще как, Кормилио Ты любишь меня? А почему ты всегда смеешься надо мной? О, твоя голова не понимает этого? Как же я смогу не выдать себя другим? Если бы отец узнал, что я тебя люблю Он бы запер меня в подвале на ночь А я хочу быть с тобой Я хочу быть с тобой, Кормилио Разве так не лучше? Да, моя сладенькая Но это нехорошо Нехорошо? А что нам до мнения других? У меня приказ губернатора О, Кормилио Что ж, дорогая Мне надо проверить охрану Но я скоро вернусь О, Кормилио Это же не срочно Правда? Нет, совсем не срочно Лейтенант Вот У него приказ Об освобождении тех шести человек Проводи его Да, идите за мной Охрана Немедленно остановить их И привезти сюда Открываю Открываю Вы у нас отняли свободу Хотите отнять нашу жизнь? Спокойно Вас переводят в другое место Арестовать офицера 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 Девушки отдыхают Да что это такое, оставьте меня в покое Но, сеньор, на разрешение не та печаль Вот так, немедленно назад Вы слышали? Еще бы продвинуться чуть-чуть Вы можете спокойно идти, капитан Вот оно что Дженсен Дженсен Капитан Я Капитан Капитан Ты пойдешь со мной, остальным ждать здесь Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В телегу. Вы четверо, вниз по улице, остальные за мной. Педро, Педро, где остальные? Я скажу вам потом, Пепита, уходите. Мы пойдем вместе, Папе. Стойте! Я же сказал, уходите. Не волнуйтесь, сейчас. Сейчас. Скажите, вы... Лейтенант, это мой друг. Вы меня не узнаете. Я Пепита. Пепита Мария Розадос. Помните ночь в саду? Пепита. Ну да. Да, я вспомнил. Мы ищем сбежавших рабов. Я только что встретилась с Педро, лейтенант. Мы ничего не знаем об этих рабах. Спасибо, сеньорита. Не за что, лейтенант. О, лейтенант, вы не хотите фруктов. Нет, спасибо, мне надо идти. Дыню. В другой раз. Дыни очень хорошие. Педро. А я же говорила тебе, больше так не делать. Уходите, Пепита, от вас одни проблемы. Нет, Пепита избавит вас от проблем, партнер. Значит, мои люди взбунтовались. Повесить обоих, Халптман Альварадо. Есть ваше председательство. Минуту, дайте мне шанс. У меня нет времени на пустяки, сеньор. Есть предложение. Моя жизнь в обмен на возможность схватить капитана Блада. Найдите человека, освободившего рабов. Если вы его найдете, вам не придется завтра выходить в море. Это и есть капитан Блад. Как вы это докажете? Все освобожденные рабы с его корабля. Авенджер. Хорошо, Ферфикс, согласен. Я вас помилую. Но вы должны сказать, где мы можем схватить Блада. Боюсь, я не смогу сказать, но есть человек, который знает больше меня. Вам всего лишь надо сказать, где Блад. Прекратите. Напрасно тратите время. Хотите знать, где Блад? Оставьте его. Я вам скажу. Вы? Да. Простите, мне как-то не пришло это в голову. Авенджер стоит на южной стороне островов. Вы уверены? Он сам мне сказал. Понятно, капитан. Санда Паула выходит немедленно в море. Слушаюсь. Боюсь, слишком поздно. Корабль сейчас уже далеко от островов. Простите, но пока не будет прилива, он не сможет уплыть. Ему придется ждать. А до прилива еще три часа. Тогда он сможет уплыть. Синьор Ферфикс, от вас еще есть польза. За два часа мы достигнем бухты. Позовите охрану. Пусть отведут его в тюрьму. Изабелита, намеренно или нет, но ты нам очень помогла. Спасибо, миледи. Но вам не следовало этого говорить. Я сказала так, чтобы не арестовали Блада. Вы-то думали, что капитан давно в море. Вы же его любите. Думаете, я люблю пирата? Этого преступника и обманщика? Вы заблуждаетесь, миледи. Он не такой. Он не рассказывал вам все о своей жизни. Но все, что успел рассказать, это правда. Каждое слово. Тогда поторопимся, Билли Брак. Капитан Малес, спасибо. Все готово к отплытию. Ваше превосходительство. Внимание, поднять паруса. С якоря сниматься, все по местам. Стой. Вон Санта-Паола. Чего вы желаете? Что-нибудь выпить? Похоже, он не против. Ему необходима жидкость. Пей. Не так много. Мигель, это тебе за повозку. Всегда к вашим услугам, капитан Блад. Капитан. Капитан Блад. У меня для вас сюрприз. Что это? Шторы для нашей каюты. Они вам не нравятся. Они великолепны. Я так счастлива. Мигель, вы заслуживаете больше, чем золото. Намного больше. Вот вам премия. Вы меня обманули, негодяй. Обманули. Не ругайся, Пепита. Вот остаток. Как я и обещал. К сожалению, прекращаю наше партнерство. О, Мигель, если бы ты знал, как я волновалась за тебя. Эй, на корабле, капитан Блад. Еще одна женщина. Питер, где ты был? Спасай ребят. Капитан, возьмите ее на борт. Есть, сэр. Гребите. Питер, я так боюсь. Изабеллита, удачи всегда с нами. Санта-Паула еще не видно. Скоро мы выйдем в море. Вода поднялась? Где-то на один фут. Примерно на один фут. Наверное, приоткрыть и зацепить ракушки. Лучше не ждать, пока Санта-Паула разнесет нас в плочья. Попробуем. Вы должны сойти на берег. Питер, я не хочу. Я не хочу на берег. Надо. Санта-Паула! Что делать, Питер? Готовить пушки? Нет смысла. У них сорок пушек, у нас двенадцать. Есть только один шанс, Том. Когда ребята вернутся, мы начнем. Блад в ловушке. Капитан Валес, немедленно приступаем. Что у вас по три? Всем бомбардирам, приготовиться! Они приготовили пушки. Да. Первый огонь! Пятый огонь! Пятый огонь! Пятый огонь! Пятый огонь! КОНЕЦ Скотти, ты лучший стрелок из пушек. Во всем мире. Они будут удивлены. Пошлем им еще один горячий привет. Так, а теперь флаг. КОНЕЦ Приготовить шлюпки. Я хочу лично присутствовать при сдаче капитана Влада. Есть ваше предсходительство. Маркиз плывет сейчас к Ренжеру. Мы поплывем к Санта-Паоле и захватим оставшийся экипаж. Да. Да. КОНЕЦ КОНЕЦ КАПИТАН 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 На корабле никого нет, он пуст. Они на Санта-Паоле. Чего вы ждете? Стреляйте. А ваше происходительство? Делайте, что вам говорят, идиот. Всем занять места у пушек, приготовиться к выстрелу. Чужие на борту. Здесь нет снаряда, ваше происходительство. Здесь тоже. Здесь тоже. А в этой забыли. Я командую. Огонь! Приготовиться к отплытию. Поднять паруса. Снимаемся с якоря Боцман. Был у штурвала. Сегодня я проделаю с вами другую операцию, мистер Ферфекс. Может, вам не придется прибегнуть к операции, доктор Блак? Попробуем. КОНЕЦ Снимаемся с якоря Боцман. Довольно, Ферфикс. Вы достаточно поработили людей. Хватит. Им некуда деваться. Идите, Хаупман, и помогите людям, которые еще живы. Мне больше ничего не остается. Быстрее! Ветер усиливается! Приготовьтесь! Времени уйти! Капитан Блак! Том, иди сюда! Они пытаются догнать нас. Ревенжер верно служил нам, но нельзя допустить, чтобы они настигли нас. Нужно ударить по ним. Второй приготовится к выстрелу. Внимание! Огонь по парусам! Огонь по текелажу. Это остановит их. Третий приготовится к выстрелу. Цель – текелаж. Огонь! Летите по курсу. Огонь! 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 Помогите! Помогите! Они близко. Приготовиться. Нанести последний удар. Выполняйте. Правый борт. Огонь! Продолжение следует... Продолжение следует... Мы потеряли наш корабль, но захватили вас. Мы остаемся здесь. Мы свободные пираты. У нас нет родины. Мы боремся за что-то более ценное. За свободу. А что с нашей свободой, капитан? Кауптман Альварадо, я меняю вашу жизнь на жизнь оставшихся заключенных. Спасибо, капитан. Я даю вам слово. Синьорита попытается при помощи влияния ее семьи назначить лача новое правительство. Синьорита? Вы же сказали, что хотите в Испанию. Нет, синьор. Нет, вы ошибаетесь. Вы же сказали вчера. Вчера. Вчера я была племянницей маркиза, а вы торговцем фруктами. Сегодня вы не торговец фруктами. А я не эгоистичная девушка. Почему вы остаетесь в Лааче? Я понимаю, что здесь нужна моя помощь. Поэтому я остаюсь. Такой вы мне нравитесь больше, чем вчера. Я рад, что все так вышло. Но я тоже, Питер. Будете скучать по торговцу фруктами? Да, Питер. Да, конечно. Билли Браг. Да, сэр. Доставьте синьориту на берег и охраняйте ее. Мы договорились, что вы возьмете меня в чрезвычай. Я знаю, Билли. Вы с нами. Я доверяю ее только вам. Понимаете? Да, сэр. Берегите ее, Билли. Если мне повезет, я буду снова скоро в Лааче. Не беспокойтесь, сэр. На Билли Брага можно положиться. Прошу вас, миледи. Ребята, в шлюпку. Ради такой красотки я отказался бы от пива. Открываем дом. Есть, сэр. Внимание, все по местам. Да, сэр. Приготовиться к отплытию. Поднять паруса. Поднять якорь. Продолжение следует... Кинокомпания Columbia Pictures представляет Льюиса Хейварда в фильме «Капитан Блатт». По мотивам книги Рафаэля Саботини. В ролях Патриция Медина, Джордж Макрэдди, Альфонсо Бедоя, Дона Дрейк, Ловил Гильмор, Вильтон Граф и другие. Автор сценария Майкл Хоган, Роберт Либбот, Фрэнк Барт. Оператор Джордж Дисконт. Продюсер Гарри Джо Браун. Режиссер Гордон Дуглас. Капитан Блатт. 17 век, Вест-Индия. Территория пиратов, грабивших испанские суда. Самым отважным пиратом был Питер Блатт, капитан Авенджера и его бесстрашная команда. Это было великолепно. Да, сильно. Капитан Блатт. Капитан Блатт. Впереди корабль с испанским флагом. Давайте, давайте. Боцман, всем занять места у орудия, поднять паруса. Все по местам. Семь румбов по правому борту. Семь румбов по правому борту. Пушки к бою. Пушки к бою. Пушки к бою. Приготовиться. Первый, внимание. Огонь. Еще раз. Второй, внимание. Огонь. Покажем им наш флаг, мистер Мэннеринг. Отнять флаг. Испанский двор. Здесь правил половины мира великий монарх Карл II. Что, никто не может послать ко всем чертям этого капитана Блада, который грабит наши корабли? Вы. Почтенный маркиз Дориконетте. Да, вы. Я не понимаю, почему вы все еще не отправили его на виселицу? Ваше Величество, его повешение не решит нашей проблемы. Пока каперов в Вест-Индии поддерживают англичане... Англичане, англичане, вы с собой сошли? Позволить врачу грабить самого короля? Эти пираты доведут королевство до нищеты. Послушайте, вы губернатор важной для нас области Вест-Индии. Лач, в вашем распоряжении сорок пушек. Поэтому, маркиз, на вас возлагается личная ответственность. Капитан Блад должен быть повешен. Я сделаю все, что в моих силах. Но позвольте отметить, что это необычный преступник. Блад очень интеллигентный человек. Он врач. Врач. Англичане настолько здоровы, что их врачи зарабатывают на жизнь таким образом? Блад не англичанин, ваше величество. Он ирландец. Я подготовил о нем досье. Разрешите прочесть, ваше величество? Да, пожалуйста. Петер Блад родился в Ирландии в 1685 году. Бакалавр медицины в университете в Дублине в 1680 году. Ирландцы арестовали его за спасение повстанца, раненого во время восстания в Монмартре. Во время восстания? А, да-да, граф Вараж. Его приговорили к смерти, позже к пожизненному заключению на Барбадосе. Там ему удалось бежать при загадочных обстоятельствах вместе с другими заключенными. Достаточно, граф Вараж. Хорошо. Мы назначим вознаграждение 50 тысяч золотых за его голову. Это приличная сумма и для англичанина. А если нет, то я уверен, что вас, мой дорогой Маркиз, а нас заинтересует. Если вы не арестуете этого Влада, то потеряете титул и состояние. Но прошу вас... Альварадо? Альварадо? Да. Вы поедете с ним в качестве главнокомандующего. То есть, это значит, как военный атташе. Да, Ваше Величество. А также, как наш представитель. Вы несете личную ответственность за выполнение королевского приказа. Вам понятно? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...